Храмы нужны там, где живут люди. Человеку нужна вера. Человек без веры, я считаю, что это просто живое существо. Храм в честь великого равнопостального князя Владимира появился в Усть-Брени 7 лет назад. С тех пор здесь крестились около 200 местных жителей. Раньше для этого им приходилось ездить в Улан-Удэ. С идеей построить в селе храм выступила председатель ТОСа Аладдин Елена Зарубина. Ее супруг – местный предприниматель. В строительство семья вложила 6 миллионов рублей. Порядка 200 тысяч мы собирались, жители помогали нам. Кто-то там корову нам в храм предоставил, целую корову. Сдавали мясо и строителям оплачивали. И наши бабушки, конечно, и жители наши, кто по мере возможности, все собирали деньги. На Рождество, на Пасху, на Троицу, на Крещение. Очень много народу. Здесь даже встать негде порой. Храм у нас сблизил наше население, наш поселок. Стал намного дружнее. И мне кажется, даже у нас меньше стало правонарушений. С прошлого года при храме работает воскресная школа. Занятия с ребятами раз в неделю проводит сама Елена. Мы изучаем детьми Божий закон. Они помогают бездомным животным. Они помогают пожилым людям. У нас очень много уроков, которые говорят о милосердии, чтобы наши дети были милосердными. Ну и самое главное, конечно, это вера. Заложить зерно в наших детей. Пока занимаемся здесь, в помещении храма. Но сейчас созрела уже такая необходимость строительства воскресной школы. Потому что у нас в нашем районе самая большая воскресная школа – это 30 детей. Одноэтажное здание воскресной школы расположится на территории храма. По подсчетам, строительство обойдется в 2 миллиона рублей. Деньги активисты будут собирать своими силами. Во время возведения храма ТОС участвовал в конкурсе грантов. Тогда удалось выиграть 500 тысяч рублей. На эти деньги приобрели церковную утварь. Небольшая сумма на школу уже есть от победы в районном конкурсе. Также ТОС «Аладдин» планирует поучаствовать и в республиканском. Мы в этом году увеличили финансирование ТОСов на 10 миллионов рублей. То есть уже с 70 до 80 миллионов. И здесь тоже в «Заиграевском районе» ТОС уже в марте этого года. То есть сейчас получат больше средств, чтобы дать больше возможностей для решения своих вопросов. Так что ТОСы поддерживают. По планам, воскресная школа в Усть-Брени должна появиться уже осенью этого года. Алина Котова, Артур Звержевич, телекомпания АТВ, «Заиграевский район».